Привет, друзья! Меня зовут Анастасия Пикташ, и я, как всегда, рада вас приветствовать на канале Турецкий Язык с Нуля. Я приглашаю вас на наш второй урок, который посвящен разбору текста книжки «Маленький принц». Мы читаем с вами первую главу. Я не знаю, подумаю, может быть, вся первая глава будет вот в такой голубой рубашечке. Это будет сигналом, что это первая часть, на вторую часть будет какой-нибудь другой костюм. Так что мы приступаем с вами без всяких долгих разглагольствований к работе с текстом. Тот, кто не видел первую часть, вернитесь, пожалуйста, туда и посмотрите все комментарии мои, которые касались работы с этим рассказом. И только после этого переходите ко второй части. Итак, наш второй абзац. Я показал мое творение взрослым и спросил, не боятся ли они? ШАХЕСЕР – это вообще какое-то… это и эссе, и произведение искусства, и творение, и сочинение. ШАХЕСЕР – это что-то возвышенное, что-то высокое. То есть он, когда нарисовал этот рисунок, чувствовал себя творцом по-настоящему. Стоит это все в притяжательной форме с винительным падежом. БЮЮКЛЕРЕ – это субстантивация. БЮЮК прилагательная с множным числом. Мы понимаем, что это взрослым. ГЮСТЕРДИМ – показал. Глагол ГЮСТЕРДИМ – показывать в прошедшем времени. ВЕ КУРКУП КОРКМА ДЕКЛАРНЫ СОРДУМ. ВЕ СОРДУМ – и спросил глагол СОРМАК в прошедшем времени. А вот это вот страшное кракозябра, это, если кто не знает, по-турецки частичка ЛИ. По-русски мы говорим, я не знаю, придет ли он. Я не знаю, видел ли ты. Маленькая, маленькая частичка ЛИ. В турецком эту частичку заменяет собой удвоенный глагол, то есть тот глагол, который вам нужен по смыслу, смысловой. Он ставится дважды. Первая форма будет в ДИИПРИЧАСТИИ ИП. А вторая форма будет у нас отрицательная. И дальше будет конструкция ДЫНЫ. Поскольку здесь множественное число, получается ДЫКЛАРЫНЫ. КОРКУП КОРКМА ДЫКЛАРЫНЫ СОРДУМ. АМА ОНЛАР КОРКМАКМЫ БИРЬ ШАПКАДАН НИЕ КОРККАЛЫНКИ ДЕДИЛЯР. Но они, да, АМА ОНЛАР КОРКМАКМЫ боятся... Инфинитив с вопросительной частичкой. БИРЬ ШАПКАДАН ОТ КАКОЙ-ТО ШАПКИ НИЕ КОРККАЛЫНКИ. Почему мы страх должны испытывать? Ну, бояться кого что в русском языке, в турецком испытывать страх от чего? Исходный падеж. НИЕ ПОЧЕМУ. КОРКМАК, опять-таки, бояться. Форма АЛЫМ, это желательное наклонение. НИЕ КОРКАЛЫМ. Почему бы нам бояться? С чего нам стоит этого бояться? ДЕДИЛЯР, сказали они. ОИ САЧИЗДИМ РЕСИМ БИРЬ ШАПКАЯ АЙДИИЛЬДЕ. А между тем, нарисованный мною рисунок совсем не касался этой шапки, не имел к шапке никакого отношения. ОИ САЧИЗДИМ РЕСИМ 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 ЧОТОРЫЙ Нарисован МНОЙ. Глагол ЧИЗМЕК И конструкция ДИИ, которая также дает значение КОТОРЫЙ. В прошлом видео мы говорили про ан-эн и тоже переводили его словом «который». Чем отличаются эти формы, смотрите у меня на канале. Конструкция ан-эн и конструкция ды, а джаи. Если кто-то не знает, обязательно посмотрите. Бирь шапка я, аид. Шапка, понятно. Шапка я с направительным падежом, аид. Касательно шапки, то есть то, что касается шапки. Ды, ды, не являлось. То есть рисунок мой совсем не имел в виду шапку. Я нарисовал огромного удава, который поглощал, проглотил такого же огромного слона. Обратите внимание, что бен, подлежащая, вынесена здесь в самый конец предложения. Почему? Потому что ребенок возмущен, его эмоции переполняет. Как же так, взрослые не поняли его рисунок? В таком случае при эмоциональном накале очень часто меняется порядок слов-предложений. Подлежащее, которое железно должно быть в первом статусе, на первом месте, оно попадает в конец. Коджа бир филе. Огромный здоровенный слон. Филь, слон в винительном падеже. Коджа огромный. Синдирмекте улан. Переваривающий. Синдирмек мы уже с вами говорили. Да, стоит форма Мактамекте. Опять-таки, что это за форма? Тоже можно посмотреть у меня на канале Мактамекте. По большому счету на русский язык переводится настоящим временем. И форма улан. Тот, что был в состоянии переваривания. Бир боа и ланане. Да, опять-таки, нашего удава мы здесь видим. Чизмищтым бэн. Я нарисовал. Нейсе бюйклер анная бельсиндия башка бежесим дага чиздим. Ну, что поделать, чтобы взрослые в конце концов поняли, да, что я хотел. Я нарисовал еще один рисунок. Нейсе, что поделаешь? Бюйклер. Взрослые. Анная бельсин. Чтобы смогли понять обиль, мочь, син, желательное наклонение для третьего лица. Чтобы они смогли понять. Дие, опять-таки, частичка, соединяющая две части предложения. Очень сложная частица, имеющая много значений. Но именно с желательным наклонением син, дие, дает значение цели. То есть, для какой цели я это сделала. Чтобы поняли. Башка бежесим. Другой рисунок. Даха еще чиздим. Чиздим. Нарисовал я чиздмек в прошедшем времени. Букес. Буа и ла нын нын нын. Медесин. Деки фили. Ачик сечит гёстермищтем. На этот раз я абсолютно четко показал слона, находящегося внутри удава. Букес. На этот раз. Буа и ла нын нын. В родительном падеже наш питон удав. Миде. Желудок. Медеси. В третьем лице. Да, желудок принадлежит удаву. Энночка промежуточная и форма деки уточняющая тот, который филь, слон в винительном падеже. Получаем слона того, что находился в желудке удава. Ачик сечит. То есть, ну просто вот детально, ясно, абсолютно приясно. Гёстермищтем. Я показал. Глагол гёстермищтем. Показывать. Щу бююк лере хеп очик лама яп мак гереки ёр. Этим взрослым постоянно всё надо объяснять. Бююк. Да, мы уже говорили большой. Лер нын. Число направительный падеж. Хеп очик лама яп мак. Постоянно хеп. Хеп, который стоит перед глаголом, всегда говорит о повторяемости действия. Очик лама объяснение. Это существительное, образованное от глагола. Очик лама объяснять. Яп мак гереки ёр. Делать требуется. Глагол герек мэр. Быть нужным, необходимым. Икинци рэсмим исе шоўле бирше олду. А вторая моя картинка вот такой была. Следующий абзац. Последний на сегодня. Бу кез бююк лерин ёвабы буа ёланыны ичтен яда дыштан чизмей бирьяна быракып, ёрафия, тарих, аритметик ве грамерлере игиленмеми тавсие етмек олду. На этот раз букес бюк лерин ёвабы, ответ взрослых, опять видим родительный падеж с третьим лицом, буа ёланыны, этого нашего удава в винительном падеже, ичтен яда дыштан, снаружи или изнутри, ич, ведыш, наружная внутренняя сторона с исходным падежом, чизмей, чизмей, да, рисовать, бирьяна быракып, в сторону, отложив, да, ян, это сторона, бок, яна, куда, в бок, быракмак, откладывать, класть, оставлять, в дейпричастии ип, что сделав, да, рисунки изнутри и снаружи оставить, как бы, в стороне, и дальше мы видим в конце, тавсие етмек олду, советом являлась, тавсие совет, этмек делать, дать совет, и олду оказалось, то есть оказался совет отложить рисование этого самого удава во всех плоскостях. А чем заняться? география, географии, тарих, истории, аритмик, арифметикой, веграмерле и грамматикой, да, ильгеленмек, это интересоваться, ильгеленмем, усеченный инфинитив, мое интересование, мой интерес, свинительным падежом посоветовали, то есть не понравилось взрослым, да, что удав не может проглотить слона, что удавы живут в Южной Америке, а слоны в Африке, в общем, сказали ребенку заняться науками. Бөлеце, алты яшимдайкен, рисим карьерими теркетмек, зорунда калдым. Какая трагедия у ребенка. Бөлеце, таким образом, алты яшимдайкен, еще в шестилетнем возрасте, рисим карьерими, мою карьеру художественную, или художника, карьер, да, карьера, рисим, рисунок, теркетмек, бросить, покинуть, отказаться от чего-то, передумать, зорунда калдым, оказался я вынужден. Зорунда калмак, это форма, которая переводится как быть вынужденным, и она требует перед собой инфинитива. Первые две картинки, в родительном падеже, бөлеце, безуспешный, бөлеце, безуспех, бөлеце, безуспеха. Алмасы, то есть явление того, что мои первые две картинки были безуспешными, бэни меня, хаяль крыклына уракмышты. Отправили в сломанные мечты. Это будет дословный перевод, а так, конечно, мы просто скажем, что разочаровали меня. Вот и все. Хаяль, мечта, крыкмак, что-то ломать, крыклык, да, это осколок, разбитое что-то, крыклы, получается вот осколки мечты и с направительным падежом глагол уродмак отправлять кого-то куда-то то есть просто послужили разочарованием вот и все устойчивая фраза ее можно выучить и активно использовать итак взрослые кенди башлорина сами по себе хищбершей ничего в винительном падеже анна ям юрлар ничего не могут понять буковка а от обилия не в состоянии ничего понять что джуклары сэ а дети и сэ частичка идет а в турецком после слова они как в русском ай нишин одинаковые вещи ай нишей тэкрар тэкрар снова и снова опять и опять анна тулма сэндан анна тмак рассказывать в страдательной форме усеченный инфинитив и глагол сэклмак это уставать испытывать скуку то есть дети устают раз как от рассказывания одного и того же то есть рассказывание очевидных вещей взрослым вот наш с вами первая страничка первой части разобрана еще примерно столько же и первая часть закончится кому понравилось ставьте лайки жду вас в следующих видео роликах дальше будет только интереснее пока пока